Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прятко, и я практикующий ветеринарный врач. Практикую с крупным рогатым скотом, с лошадьми, с свиньями, овцами и козами. В общем, с сельскохозяйственными животными. Друзья, если вам нужна отдаленная ветеринарная помощь, или сопровождение, или консультация, я всегда рад помочь в рамках платной консультации за совсем небольшие деньги. Мой телефончик будет здесь, а также в закрепленном комментарии. Вайбер, ватсап, или просто набирайте. Друзья, очень часто сталкиваюсь с ситуацией после родового залеживания, и уже в этом сезоне, этой весной, так это в этом сезоне, уже было много видеороликов, в которых я и сам непосредственно присутствовал при послеродовом порезе, так и поднимал животных, и также отдаленная моя помощь. Также за этот период даже тяжело подсчитать, я думаю, около 10 коров, последних даже, вот последний месяц, около 10 коров оказал помощь, и коровы встали. Но вместе с тем, также среди случаев после родового пореза есть случаи травматизма, и об этом тоже я снимал отдельный ролик, в котором я более детально обращал ваше внимание на то, что не всякое состояние, когда корова не может подняться, связано с дефицитом тех или иных минералов крови, в частности кальция, фосфора, дисбаланса магния, дефицита витамина D3 и так далее. То есть есть вполне более простые, скажем, банальные причины того, что корова не может подняться, и эти причины, это травматизм. И как ни казалось бы странно, да, даже для многих людей, которые, как сами отмечают, и в 10 лет держим коров, и в 20 лет держим коров, и которые уверены в том, что травмы не могло быть так же. Мы видели, мы смотрели, корова встала, корова легла, все как бы, все на корове нет никаких следов, все вроде бы как, ну не должно быть травмы, так? Ну никаким образом оно не должно быть травмы. Но когда мы поднимаем животное, вот, травма обнаруживается, и бывают даже очень тяжелые травмы, переломы, вывихи, растяжение связок, даже такие травмы, после которых, скажем, с которыми животное восстановиться не может, соответственно, жить может, но встать не может и не сможет, так? И такие животные впоследствии выбывают на набойню. Вот. И вот я сказал вам, поднимаем животных. И вот это серьезный вопрос как раз, который я именно сегодня хотел поднять. Как поднять корову, так? Ну как поднять корову? Корова у некоторых это 300-350 килограмм. Такие есть коровы, да? Вот в Казахстане есть такие коровы, есть такие коровы и у нас в Украине джерсейской породы, и в России тоже есть такие малых пород. Но есть коровы и по 600, и по 700 килограмм, так? Вот. Есть на хозяйстве, значит, мужчины, которые имеют такой технический склад ума и знают, как сделать с чего, как лебедочки приспособить и поднять, значит, скотинку. А есть люди, которые, ну, не занимаются этим, не думают в эту сторону. Я и сам, например, у меня чисто природоведческое мышление. Я бы не тоже бы, если бы мне пришлось бы, вряд ли бы я там соорудил какую-то конструкцию, с помощью которой смог бы поднять корову. Есть люди, поднимают с помощью трактора, как это и мы делали в хозяйстве. Если такая возможность есть, доступ трактора к тому месту, где лежит корова, соответственно, шлеи и все такое. И вот, когда люди постоянно мне задают эти вопросы, да, я начинаю им рассказывать, как это можно сделать, ну, как я видел, как делают другие люди. Я им начинаю пересылать видео или там фотографии, как устроена там, скажем, заводская система для того, как, для того, чтобы поднимать корову, так. И понял, что нужно, нужно просто просится такой видеоролик, в котором бы я собрал бы разные способы и методы, с которыми я стыкался в процессе отдаленного консультирования. И вот это все, как бы, выклал на канале, показал бы людям разные способы. И вот, как раз в этом видео я хочу вам показать, как поднимать корову. Начну я с тех методов и способов, которые заводские, как сказать так, вот, и, может быть, более даже подходящие для промышленных ферм, промышленных животноводческих ферм, для комплексов, так. Вот. И также я покажу, как люди приспосабливаются, умудряются поднимать животных в условиях частных дворов. Итак, друзья, сейчас вы видите здесь первое приспособление. Так, это вот такой, скажем, фартушок или вот такая подвеска такая, да, с помощью... А, кстати, очень удобно сделано, да, да, очень все продумано. Во-первых, она равномерно распределена, распределяется вес, вот. И достаточно удобная, так, чтобы она не пережимала животное, не передавливала в каком-то одном месте. Она, вот так, видите, аккуратно и грудину фиксирует, и вот заднюю часть. Вот. И также видите, как она удобно приспосабливается под технику, под трактор. И вы можете, значит, если животное, например, легло на улице, вот, такое бывает, либо вы, очень часто я рекомендую людям, если уже у нас тяжелая ситуация какая-то тупиковая, я рекомендую людям все-таки силой, значит, ручной силой вытягивать аккуратно, вытаскивать на улицу и на улице уже ее пробовать поднимать. Если есть трактор на хозяйстве, если есть у соседа трактор, или где-то можно попросить у кого-то на улице трактор, так, или это хозяйство промышленное, так вообще проблем никаких нет. Мы постоянно это делаем на промышленных хозяйствах, подъезжая трактор, аккуратно цепляем вот такое приспособление и поднимаем животное. Подняв животное, мы можем обследовать его, обследовать конечности на факт переломов, ушибов, каких-то повреждений, растяжений связок, повреждения, значит, бедренного нерва, так, это такая гармошечка, когда копыта гармошечкой стоит. В общем, все эти вещи, они остаются очевидными, когда мы корову поднимаем. И, соответственно, мы понимаем тогда, что надеяться только на одни капельницы, на кальций, фосфор, магний и так далее, разные витамины, инъекции, мы не можем. Нам нужно, если это поддается коррекции, значит, противовоспалительные средства, пута тоже ставить, тоже очень часто я говорю путы, путы, не все люди понимают меня, не все люди понимают, что это такое и для чего оно нужно, тоже вот посмотрите, что такое путы, их можно самому сделать, их можно приобрести. Они нужны для того, чтобы задние конечности, тазовые конечности, не разъезжались, когда у нас растяжение связок, вот, потому что это может привести в итоге к разрыву и, ну, и все, и к инвалидности, скажем, больше корова не сможет ходить. Вот, это первое приспособление. Второе приспособление, вот, тоже сейчас его видите, оно предназначено для того, чтобы фиксировать животное за заднюю часть, поднимать заднюю часть, а именно фиксировать за маклаки, вот, это костные, большие костные выступы, вот, в области крупа, да, куда мы так любим делать инъекции и куда нельзя делать инъекции, ни взрослым животным, ни телятам. Вот, тоже приспособление, вы можете его приобрести, использовать вместе с лебедкой там или вместе с трактором, на фермах тоже часто мы его используем для того, чтобы поднять животное. Чаще всего 90% случаев травматизма связано с травматизмом задних, задних тазовых конечностей, тазового, костей тазового пояса, связок тазового пояса, тазобедренных суставов, их и связок мышц бедренных, в общем, задней части тела. Вот, и поэтому очень часто корова может приподниматься на передние конечности, вот, даже может приставать, как собака, да, но не может поднять задние, зад не может поднять. И, во-первых, из-за того, что, как я уже сказал, 90% травм именно сзади, но также это связано с тем, что, ну, вперед легче, поднимать зад более тяжелее, так. И поэтому это приспособление вот таким образом придумано, чтобы поднять более тяжелую часть тела, которая чаще травматизируется, а уже на передние конечности корова приподнимается сама. Вот, это, конечно же, при том условии, если у нее нету слабость, мышечной слабости, связанной с дефицитом минералов, так, в частности, кальция. Вот, и вот такое приспособление. Это из приспособлений, которые, как сказать, есть в продаже, они доступны, либо, например, как первое приспособление, его можно даже самому и сделать, это приспособление, и так, как сделать и путы. Вот, это вещи, которые помогают нам спасти животное, когда у него травматизм. Ну, а вот дальше пойдут уже народные умельцы, народные различные способы, различные приспособления, как и каким образом люди сами поднимают своих коров. Эти материалы я собрал из своих онлайн, отдаленных онлайн-консультаций, вот, из своих случаев. Кстати, интересно, первый случай, который будет, это случай очень интересного сотрудничества ветеринарного врача и студента-медика. Это случилось в Узбекистане, вот, Узбекистан. Там ко мне обратилась девушка, студент-медик. Изначально хозяева обратились к местному специалисту, который пришел, осмотрев корову, сказал, что это легкая форма пореза, и нужно достаточно только накачать вымя. То есть произвести аэрацию, вот, по методике Эверса. Вот, и произвели, естественно, аэрацию, и, конечно же, корова не встала. Вот, и тогда уже, уже подключился мой протокол, комплексный мой, трехэтажный протокольчик. Вот, и мы начали работать по протоколу. Тоже первые сутки мы не смогли поднять корову. А я всегда, как, я когда делаю свой протокол, а он, мой протокол, он нафарширован просто под завязку. Ну, просто это, там уже, ну, конечно, всегда есть, что добавить и изменить, но на данный момент он просто нафарширован, просто, с него просто жир истекает просто, вот, и мясо вываливается. Такой он, как шаурма, как тройная порция шаурмы. И вот, когда я понимаю, что я отдал ей тройную порцию шаурмы, свой протокольчик зарядил, а она все равно не встает, значит, проблема ни в дефиците, ни в дисбалансе минералов. Проблема, значит, может быть, либо в залеживании, так, ну, залежала мышцы, не хочет вставать, ленится, или уже сами мышцы, вот, ослабли от этого долгого лежания. Вот, либо у нее, возможно, есть какой-то травматизм, где-то какую-то связочку какую-то потянуло. И вот мы приняли решение, как раз поднять корову, и вот их, как это выглядело в их исполнении. Вот корова после родового пореза чувствует себя, подняли, чувствует себя хорошо. Вот так, как видно, вот шевелится головой, ушами тоже шевелится. Очень просто, вот, с лебедкой подняли, и все. Ну, дальше не знаю, как быть, ну, что-нибудь придумаем. Да, после того, как корова постояла в таком положении целую ночь, соответственно, она пришла в себя, уже потом все наладилось, мы еще раз ее прокапали, и в дальнейшем все, все, как бы, обошлось. Вот после наших усилий, наша корова на четвертый день после перенесенного послеродового пореза встала на ноги. Вот, вот задняя нога немножко хромает. Там опухшая нога, видимо, травму получила. Вот это такой пример того, как люди все-таки послушали и нашли возможность поднять корову. И также сейчас я приведу еще несколько примеров для того, чтобы вы увидели, как можно поднимать корову. Вот твоим дельферам, может, было. Вот твоим дельферам, может, было. Вот твоим дельферам, может, было. Друзья, ну, на данный момент это тот материал, который я собрал за последнее время, последние буквально полтора месяца. И, конечно, я буду периодически обновлять эти видео, потому что те, кто задействован в животноводстве, те, кто работает с животными, проблема эта постоянно. Вообще все проблемы в животноводстве, они цикличны, да. Они постоянно повторяются у нас вместе с кругом жизни, физиологическим циклом жизни коровы. Вот поэтому будем еще раз и еще раз возвращаться как к послеродовому порезу, так и залеживанию, травматизму. Вот. И, соответственно, также я буду накапливать интересные случаи, интересные материалы о том, как люди поднимают своих коров. Вот. А вы помните, что причиной послеродового залеживания может быть травматизм. И для того, чтобы либо помочь животному, либо точно поставить диагноз, да, то есть либо прекратить бесцельное введение десятков флаконов хлористых кальциев, там, глюкоз и всего остального, или даже там пусть хороших, там, правильных медикаментов из такого протокола, как, например, я. И это еще хуже, потому что мой протокол достаточно дорогой по сравнению с хлористым кальцием, там, и физраствором. Поэтому, чтобы бесцельно не вливать в животное лекарства, которые ей не помогут встать, вам нужно прибегнуть к вот таким способам поднять животное. Друзья, если это видео стало для вас полезным и интересным, обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарий, делитесь своим опытом, как вы поднимаете своих коров. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и берегите себя и своих животных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok